Наш следующий спикер это Тимур Латифулин, частный трейдер. Его тема трейдинг и стресс. Инструкция по уживанию. Приветствуем. Да, только хочу поправить. Тимир, не Тимур. Прощение, да, кто-то неправильно написал. Да. Знаете, говорят, трейдинг это увлекательнейшее и приятное занятие. Главное только правильно подобрать антидепрессанты. И, к сожалению, да, трейдинг и стресс неразлучны. Я думаю, все видели эту картинку. Да, видели. Нет? Нет, никто не знает ее. Мне кажется, это просто очень жизненная история для каждого. Не только в трейдинге на самом деле. Все профессии, где много стресса, люди сталкиваются с этим. И сегодня моя миссия рассказать, как стресс медленно нас убивает, что можно с этим сделать не экологичного, а что экологичного. И я хочу уберечь вас от тех трех ошибок, которые совершил в свое время я. В общем, мы поговорим о том, как не стать героем этого мема. Знаете, за мои 14 лет торговли было всякое. Были боковики, были сливы депозитов, были периоды дикой волатильности. Я стучал кулаками о пол, валялся чуть ли не в слезах. И было всякое. И были недели, месяцы депрессивных состояний. И я тогда не понимал. Но вроде бы казалось бы, ну ладно, понервничал, и что такого. И я тогда совершил ошибку номер один. Я недооценил долгосрочные последствия стресса. Для того, чтобы лучше понять, как это влияет на нас, давайте представим себе пример. Вот вы решили открыть сделку. Увидели хороший уровень. Выставили заявку. И цена медленно подходит к вашей заявке. Исполняет вас. И тут рынок просто обваливается резко. Вы не успеваете выставить стоп. Ничего. Просто резкое снижение цены. Вы в легком шоке. И тут первая порция кортизола. Сердцебиение слегка учащается. Дыхание становится более поверхностным. В голове начинает пульсировать. Но все еще в порядке. Вы все еще контролируете практически ситуацию. Потому что ваше внимание четко устремлено на график. Но тут рынок закрылся на вечерний клиринг. Ну ладно, думаете вы. Проходит 15 минут. Торги открываются. Но открываются уже гораздо ниже вашей цены входа. И вы опять ничего не успеваете сделать. И вы понимаете то, что потеряли значительную часть своего депозита. И в этот момент вторая порция кортизола ударяет по вам. Ваше сердце начинает колотиться уже как отбойный молоток. Кровь отливает от внутренних органов к рукам и ногам, а также к голове. Поэтому пульсация в висках усиливается. Руки начинают трястись и потеть. Вы уже практически ничего не понимаете. Вы смотрите в одну точку, но рационально мыслить уже невозможно. Это такое состояние кратковременного тильта. И вот ваше тело готово к чему? Оно готово бежать. Оно готово сражаться. Оно готово помочь вам выжить. Но что делаете вы? Вы остаетесь сидеть на стуле, смотреть в этот экран и ничего не делать. Да, эволюция подготовила нас ко многим ситуациям. И в обычной, действительно опасной ситуации, такая реакция организма спасает и уберегает нас от смерти. Но в трейдинге мешает. Потому что вы уже не способны рационально мыслить. Мышление притуплено. Вы не способны принимать нормальные, здравые решения. И если кто-то скажет, что в трейдинге можно не стрессовать, я ему никогда в жизни не поверю. Потому что за свои 14 лет я общался с очень многими ребятами, с теми, кто и 20 лет торгует. Но не слышал ни одной истории, где человек сказал бы, что вообще ерунда, я не парюсь. У всех, у каждого, рано или поздно, случаются моменты, когда мозг отключается. Эмоции возобладают. И что делать? И вот в этот момент, да, я совершил ошибку номер один. Я недооценил, что, да, сейчас понервничал, ну что такого? Ну пройдет. Ну а как оказалось, кортизол, медленно накапливаясь в нашей крови, в нашем организме, начинает разрушать нас. Медленно, но верно. Медленно, но верно. Это бьет по иммунной системе, да, потому что, может вы знаете, есть такой преднизолон, по-моему, называется, если не ошибаюсь, который от аллергических шоков призван спасать. Он действует на основе того, что просто в организм бросается лютая доза кортизола, который подавляет иммунную систему. И вот так вот постепенно накапливаясь в нашем теле, он начинает угнетать иммунную систему. Пищеварительная система страдает, потому что кровь постоянно отливает от внутренних органов к мышцам, к рукам и ногам, для того, чтобы мы могли бежать, сражаться и вот это вот все. Нарушаются обменные процессы. И страдают сосуды. Почему? Потому что, если обычно сосуд выглядит вот так, то когда выбрасывается кортизол, сосуд сужается. Для чего? Для того, чтобы лучше, быстрее, эффективнее доставлять питательные вещества к глюкозу и кислород к вашим мышцам. Для того, чтобы вы спаслись. Но нам ведь это вообще не нужно. И нам кажется, да что такое? Ну, это где-то там, это далеко. Ну, сейчас-то все хорошо, я отлично себя чувствую. И поэтому я хочу сказать о том, что в первую очередь случается с теми, кто постоянно находится в стрессе. В первую очередь это сон. Блин, я сам страдал от бессонницы 6 лет. Я не понаслышке знаю, что это такое. И мне кажется, я перепробовал вообще все, что можно. От научных каких-то методов до эзотерики и прочего. Но ничего не помогало. Если ты постоянно в стрессе, эти вещи все бесполезны. Плюс ко всему, нежелание общаться с близкими. Когда вы постоянно нервничаете, вот это депрессивное состояние, думаете о том, блин, что случилось, как исправить ситуацию. Какое там общение? И в этот момент вы лишаете себя одного из гормонов счастья, окситоцина. Потому что это то, что может на самом деле вас вытащить из ямы. Но так все устроено. Это замкнутый круг. Кстати, знаете, чем отличается обезьяна от человека? Обезьяна, когда теряет банан в схватке с сородичем, да, она тоже получает порцию кортизола. Ей мозг говорит, это опасно для твоего выживания, иди и сделай что-нибудь. Но после этого, что делает обезьяна? Она идет за другим бананом. Она не сидит, как мы, и не думает, блин, ну зачем я здесь, ну почему я не выставился, почему я не успел сделать это? Да нет, надо было вообще. Да какого черта я сел? Но, признаюсь, я мог часами сидеть, часами сидеть вот так вот над графиком и просто, не знаю, причитать там, какого черта я вообще такой тупой. И я думаю, это самое обезьянение знакомо многим из вас. Наверняка, даже если не в трейдинге, случались такие ситуации, когда вы потом сидите и думаете, или ходите и думаете, надо было сказать вот так, нет, нет. А если б я вот так, а? И каждый раз, когда мы прокручиваем эти ситуации у себя в голове, что мы делаем? На самом деле мы посылаем сигнал мозгу, чтобы он выработал еще этих гормонов стресса. К сожалению, у нас так все устроено. Для нашего мозга абсолютно нет разницы, ситуация реальная и здесь, и сейчас, или мы просто вспоминаем что-то, или придумываем какую-то себе. Это то, что отличает нас от животных, в первую очередь. Мы способны прогнозировать, мы способны анализировать ошибки прошлого. Но это нас медленно убивает. И что же с этим делать? Так, переключайся. Способы избавления от стресса есть не экологичные, как вы поняли, и экологичные. Вот это ошибка номер два. Я наивно полагал, как многие, я думаю, что вот эти все штуки, которые вы видите на экране, могут избавить меня от стресса. Но, к сожалению, увы и ах, это только усугубляет ситуацию. Да, в моменте мы выпили бокал вина или пару кружек пива, и как будто бы стало легче. Но по мне, я твердо убежден, что это такое веселье в кредит. Вы выплачиваете проценты прямо в эту ночь, потому что сон становится хуже. А потом еще есть долгосрочные проценты, которые вы можете платить до конца жизни. Или которые, наоборот, могут вашу жизнь еще и сократить. Никотин туда же. Да, есть научные факты, которые доказывают, что никотин в моменте может снизить уровень стресса. Но это все, во-первых, вредно. Во-вторых, борьба со следствиями. И тут, наверное, единственный вопрос, как здесь оказался спорт. А дело в том, что не каждый спорт полезен в плане избавления от стресса. Оказывается, что высокоинтенсивные, высокоинтервальные нагрузки, силовые нагрузки, бег на длительной дистанции, на изнемождение, приводят к еще большему выбросу кортизола. Потому что ваш организм думает, ага, это какая-то чрезмерная нагрузка, нам нужно выжить. Он активизирует выброс кортизола для того, чтобы саккумулировать энергию и помочь вам справиться с этой сложной задачей. И так и получается, что вместо того, чтобы избавиться от стресса, мы его себе еще и добавляем. Но есть и хорошая новость. Спорт бывает полезным. Именно для стресса. В частности, например, растяжка, йога, легкий бег, да просто ходьба, плавание, езда на велосипеде. Такие достаточно легкие, неутруждающие вас занятия помогают вашей печени ферментировать вещества, которые утилизируют кортизол. Плюс ко всему, мозг посылает сигнал к снижению уровня выброса. Поэтому это очень полезная штука. Но опять-таки, есть момент. Это уже борьба с последствиями. Мы же все-таки хотим как-то влиять на то, чтобы мы меньше в моменте стрессовали. И вот все, что тут еще есть, это все тоже помогает снизить последствия. Но есть здесь два пункта, которые изменили мою жизнь на 180 градусов. Чуть не сказал на 360, как часто блогерши пишут у себя в инсте. Вот, на 180 градусов, да. Это в первую очередь дыхание, потому что с него все началось. И медитация. Да, я понимаю, медитация звучит как-то, ну, немножко такое, да. Там, что-то такое сидеть как-то, что-то думать там, или наоборот не думать. Но сейчас я расскажу. Дыхание. Дыхание – это то, что есть с вами всегда, где угодно. И это бесплатно, черт возьми. Это доступно безлимитно. Это то, через что вы можете воздействовать на свой организм здесь и сейчас, в моменте. Вообще, мое знакомство с дыханием было очень таким интересным. Я узнал, что есть такой вид спорта, фридайвинг называется. Кто-нибудь слышал, что это вообще? Во, отлично. Да, есть дайвинг, для тех, кто не знает, это когда вы погружаетесь с аквалангом, да, с баллонами. А есть фридайвинг, когда вы делаете один вдох и ныряете туда, вглубь под воду. Мне казалось, это вообще сумасшествие какое-то. Вы что, без воздуха, несколько минут, там, клетки, мозг умирают и вот это вот все. Но когда я начал узнавать, когда я начал про это читать, я понял то, что это не то, что не вредно, а это за раз еще и полезно. Мозг начинает еще лучше работать, улучшается уровень контроля. И вы способны быстрее и качественнее расслабляться. Но, да, понятно, что фридайвингом вы сейчас все не пойдете заниматься, но в основе фридайвинга лежат дыхательные техники для того, чтобы подготовиться к нырку, вам нужно научиться контролировать свои дыхательные мышцы, вам нужно научиться успокаивать свой разум и быть как, что называется, keep calm. Потому что, вот, например, когда я нырял в Египте на глубину 21 метр, ну, чтобы вы понимали, это 7 этажей, да, вот ты сидишь там без воздуха, а над тобой 7 этажей воды. Если хоть одна мысль проскользнет то, что что-то как-то опасное, страшное, какая-то паническая мысль, все, кислород выжигается моментально. И только благодаря вот этим дыхательным упражнениям я пришел постепенно к тому, что нужно еще и медитировать, оказывается. И вот тут случилось просто невероятное. Вот это то, что реально я советую, искренне советую каждому. Потому что есть уже куча научных данных о пользе медитации. Доказано. Были исследования с помощью МРТ. То, что практика медитации достаточно быстро влияет на состояние мозга. Количество серого вещества в областях, которые отвечают за контроль, за обучение, за память, количество вещества увеличивается. То есть вы становитесь способны лучше контролировать свое эмоциональное состояние. Да, первичную реакцию на какой-то стресс-фактор никто не отменял, и она будет с вами всегда, что бы ни произошло. Так устроен наш организм. Если что-то опасное с точки зрения нашего подсознания, сердце начинает биться, кровь приливает к конечностям, голова, взгляд точно прямо, и вы готовы к схватке. Но что будет дальше, вот это то, что вам подконтрольно. И как раз-таки за счет развития своей осознанности, контроля эмоций с помощью медитации мы и можем это контролировать. Мы можем успокаивать себя. Мы можем делать так, чтобы не реагировать автоматически на ситуации. Что из этого следует? Уровень агрессии снижается, уровень восприимчивости к стресс-факторам снижается. И мы в принципе становимся более доброжелательными, открытыми, спокойными, рассудительными. И качество жизни вырастает. Про улучшение качества сна мой самый яркий пример. Я сейчас засыпаю просто как младенец неправильно, потому что младенцы плохо спят. Кстати, есть такой анекдот бородатый. Два трейдера разговаривают, один говорит, я, говорит, после того слива так, говорит, нормально-то спать и не могу. Такой, а я, говорит, сплю как ребенок. Да ладно? Да, каждый час просыпаюсь и плачу. Вот так же было у меня, да? Ты спишь, тебе снятся вот эти графики там какие-то, твоя незакрытая поза, еще что-то, и вот полу каком-то сне, полудремя. Сейчас это просто блаженство. И это все дыхание и медитация. В плане дыхания куча в интернете информации, на ютубе куча роликов. Есть методика Бутейко, это советский профессор. Очень рекомендую почитать, изучить. Это то, что сделает не только вас спокойнее, но и здоровее, потому что в основе нее лежат научные данные, исследования, и это действительно помогает сделать жизнь лучше. По поводу медитаций. Есть куча приложений, есть куча статей, книг на тему того, как научиться это делать. Да, я понимаю, сложно. У меня у самого долгое время вообще не получалось. но это стоит того, чтобы пытаться, потому что это то, что действительно может помочь вам гораздо эффективнее торговать в том числе. Я уже не говорю в принципе о жизни. Что еще хочется сказать? Кстати, да, чуть не забыл разрешение Тимофея. Мы в Казани открыли студию, где мы обучаем с помощью специального оборудования людей входить в это состояние, в медитативное состояние. И после этого просто колоссальные какие-то изменения у людей положительные. Так что для всех, кто сейчас здесь, по промокоду SmartLab скидкой 60% приходите. Что я хочу сказать напоследок? Сейчас вы сфоткаете и я скажу. Да, отличный вид. У нас как раз прожекторы теперь. Все хорошо видно. Смотрите, какой Тимир излучает спокойствие. Он много медитировал наверное сегодня. И сегодня тоже. Так вот, что я хочу сказать. Скорее это даже кстати, да, это была ошибка номер 3. Помним, ошибка номер 1, то, что я недооценивал последствия стресса долгосрочные. Ошибка номер 2, то, что я использовал те способы избавления от него, которые приводили к еще большему расшатыванию психики. Наверняка сами знаете, выпили, на следующий день что-то уже в голове, так не очень, и как-то вот это вот все. И ошибка номер 3, я не начал раньше заниматься дыханием и медитацией. Наверное, тогда гораздо проще и быстрее и лучше я бы достиг тех результатов, которые есть сейчас. И напоследок хочу сказать вот что. Если бы меня спросили, хочу ли я вернуться назад и поменять профессию трейдера на что-то другое, я бы однозначно сказал нет. Единственное, что я бы посоветовал сам себе, это начать делать вот это. Быть ответственней к своему здоровью, не запускать его и действовать на опережение. Поэтому напоследок хочу сказать, занимайтесь спортом, дышите, медитируйте, занимайтесь своим здоровьем. Это то, что не купить ни за какие деньги. А для всего остального есть Московская биржа. И главное помните, каждый трейдер должен помнить о завтрашнем дне. Какое оно будет, это дно. Главное, чтобы не второе. Да. Тимир, мы на Smart Lab боремся очень долго с повышением качества наших комментариев. Они очень злые, очевидно, что люди не могут контролировать свои дыхательные мышцы. Есть ли какие-то рекомендации для наших пользователей? Да, конечно. Простите, немножко забылся. Самое простое, что можно сделать, это успокоить свое дыхание. Начать дышать в ритме 5 секунд вдох, 5 секунд выдох, 5 секунд вдох, 5 секунд выдох. Второе, по сложности, это дыхание 4-7-8. 4 секунды вдох, 7 секунд задержка, 8 секунд выдох. И третье, тоже из простых, это квадратное дыхание, 4 секунды вдох, 4 секунды задержка, 4 секунды выдох, 4 секунды задержка. И так, минуточек 5. Это успокаивает симпатическую нервную систему, активизирует парасимпатическую, вы автоматически становитесь спокойнее, сердцебиение замедляется, и к голове наступает блаженство. Это действительно очень успокаивает. Еще один момент, есть ли у вас какой-то любимый спорт, который вам помогает в трейдинге, возможно, в жизни как-то? У меня два таких спорта, это большой теннис и фридайвинг. Фридайвинг это просто то, что действительно очень сильно влияет, потому что там ты обучаешься не нервничать, сохранять спокойствие в любой ситуации, потому что иначе просто можно утонуть. Если в трейдинге цена ошибки деньги, но наш мозг тоже воспринимает потери денег, знаете, как будто мы умрем прямо вот сейчас в одиночестве, с голоду и вот это вот все. Ну, так устроено, так устроено. А во фридайвинге цена ошибки жизнь, поэтому приходится, получается, переносить эти навыки из одного в другое. Жизнь бесценна, а деньги можно заработать всегда на трейдинге. Это был Тимир Латифулин, спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.